В Ульяновске почтили память жертв политических репрессий. Нет перетопа. Жители промышленной 38 экономят деньги государству. На президентском мосту введено зимнее ограничение скорости. В Ульяновске выбрали лучшую управляющую компанию. На президентском мосту через Волгу в Ульяновске введено ограничение скоростного режима движения автомобилей до 60 км в час. Цель ограничения – обеспечение безопасности дорожного движения в зимнее время и возможность обледенения конструкции мостового перехода. Госавтоинспекция Ульяновской области призывает соблюдать скоростной режим движения транспортных средств на президентском мосту. 30 октября – день памяти жертв политических репрессий. Нравственные и физические мучения коснулись не только самих несправедливо репрессированных, но и их родных и близких, которые также подвергались преследованию. Сегодня в центре Ульяновска их память почтили минутой молчания. Ежегодно в Ульяновской области, как и по всей России, 30 октября проходят памятные мероприятия. Сегодня на митинг «Реклим» у памятника жертвам политических репрессий на улице Железной дивизии собрались семьи пострадавших, общественные организации, студенты, школьники. Сегодня мы пришли с нашими активистами, чтобы почтить память жертвам репрессий политических. Очень важно, чтобы молодежь помнила, чтобы такого в нашей жизни, в наши дни не повторялось. Жертвы политических репрессий – те, кто был необоснованно репрессирован в советское время, а затем реабилитирован. Только в Ульяновской области, по далеко не полным сведениям, подверглись гонениям более 22 тысяч человек. Многие из них были расстреляны, большинство умерли в тюрьмах и лагерях. Были и те, кому посчастливилось вернуться – тысячи искалеченных судеб и разрушенных семей. Было страшное время в стране, очень серьезное и страшное время, когда у нас по плану, утвержденному в Москве, расстреливали людей и наказывали другими видами наказаний, как в концлагере или ссылка в отдаленные районы страны. По поручению главы региона, во всех муниципалитетах специалисты соцзащиты обследуют материально-бытовое положение реабилитированных граждан, чтобы помогать в дальнейшем. Мы сегодня говорим о 1322 человеках, которые проживают на территории региона. Но за этой цифрой это люди, судьбы, семьи. Это целые поколения людей, на которых неизгладимый отпечаток оставили те страшные события. Поэтому, конечно же, сегодня региональной властью поддерживается эта категория граждан. Сегодня они вместе с нами, сегодня они участвуют во всех областных мероприятиях. Сегодня это уважаемые люди, которых мы поддерживаем, которых мы защищаем, помогаем, заботимся и оберегаем. Также создана рабочая группа по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, чтобы все объекты культурного наследия были приведены в надлежащий вид. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Олправда ТВ. В доме номер 38 по улице Промышленная в Ульяновске за счет средств, которые копились на капремонт на спецсчете, жители приняли решение установить оборудование погодного регулирования на систему теплоснабжения. И жить стало легче. Репортаж Павла Полового. Горожане учатся считать деньги. Коммуналка растет год от года. Однако некоторым жителям удается, используя современные технологии, существенно снизить некоторые позиции платежей. В доме номер 38 по улице Промышленной всего за год ульяновцы сэкономили более 800 тысяч рублей на горячей воде и отоплении. Экономия за счет системы погодного регулирования. Была установлена автоматизированная система погодного регулирования. Ну вот как вы ее сейчас и видите здесь. За первый отопительный сезон экономия составила более 850 тысяч рублей в масштабах дома. Средний месячный экономия 28%. В доме 145 квартир, поэтому сумма даже в пересчете на каждую квартиру выглядит весомо. Тем более, что погодник был установлен на средства, собираемые на капремонт. Товарищество собственников копило их на спецсчете. На данном на квартирном доме реализован проект автоматизации индивидуального теплового пункта. То есть мозг, скажем так, голова этой системы является контроллер мозгом. То есть это компьютер, который осуществляет поддержание, даже немножко не так, компьютер, который регулирует подачу теплоносителя. Ранее жители страдали от жары осенью и весной. Однако за перетоп приходилось платить. Теперь же жить стало гораздо комфортнее и дешевле. Мы все равно выигрываем. Мало того, и государство выигрывает. Нам не надо с 8 тысяч за месяц зимой давать субсидии большие за тепло. А нам дают ровно столько, сколько мы потребляем тепла. А тепло сейчас при таком температурном режиме мы именно и довольны. Нам так и надо топить. Нам не надо излишне. Деятельность жильцов дома приятна не только жильцам, но и ресурсникам. Жителей даже наградили грамотой и денежным призом за своевременную оплату потребленного горячего ресурса. То, что наш престиж вовремя оплачивает все эти деньги, нас вызвали в Энергобыт Т+. И дали вот эту почетную грамоту. И дали на нее полторы тысячи рублей. Мы купили энергосберегающих лампочек и вставили в подъезде сейчас очень даже светло. Сами жители благодарят руководство товарищества собственников недвижимости и гордятся общими успехами. Здесь нет никаких посредников. От услуг управляющей компании отказались еще в 2017 году. И с тех пор каждый год только улучшают собственную жизнь. Конечно, не сравнить, как было и как стало. Мы видим здесь хозяев в этом доме. Хозяева замечательные. У нас так еще никогда не было. Все очень хорошо, но платье мы меньше. Я не знаю, в бухгалтерии я не разбираюсь. Я знаю, что платье мы меньше, а дома хорошо и тепло. И всегда встречают с улыбкой. Современное высокотехнологичное оборудование в автоматическом режиме регулирует температуру теплоносителя, исходя из погоды на улице. В итоге такие умные технологии позволяют сбалансировать температуру в жилых помещениях всего дома, избавляя жильцов от перетопов, сокращая затраты собственников на оплату фактически потребленного ресурса. Стоимость оборудования составила немногим больше миллиона. Работы были профинансированы за счет средств, которые собственники копили на капитальный ремонт. В итоге платежи жильцов уменьшились на 27%. В Ульяновске подвели итоги конкурса «Лучшая управляющая компания». Победителям вручили денежные сертификаты на благоустройство придомовой территории. Подробнее в нашем материале. Ульяновский филиал «Энергосбыт плюс» подвел итоги конкурса «Лучшая управляющая компания. Лучшее товарищество собственников жилья». Победителями стали ЖСК «Буревестник» и ТСЖ «Симбирский новый дом», которые были выбраны случайным образом из числа заявившихся участников. Главным призом для которых стал сертификат на благоустройство придомовой территории. Конкурс на самом деле у нас уже ежегодный, и многие о нем и знают. Основная задача – подготовка к отопительному сезону. Отопительный сезон уже начался, хотя погода вроде бы позволяет еще расслабиться. Но на самом деле уже все жилые дома города Ульяновска включены. И как раз ровно об этом мы и просили управляющей компанией ТСЖ города рассказать, показать и сделать ряд действий, по которым мы как раз и оценили их готовность вхождения в отопительный сезон. В ежегодном конкурсе претендентами на звание «Лучшее УК – Лучшее ТСЖ» стали 17 клиентов «Энергосбыт плюс». Комиссия с представителей энергокомпании анализировала претендентов на соответствие конкурсным критериям. Среди них наличие действующего договора на оказание коммунальных услуг, наличие установленных общедомовых приборов учета, высокий уровень оснащенности индивидуальными приборами коммерческого учета, не менее 90% – своевременная подача показаний приборов учета. А главное – отсутствие просроченной задолженности перед ресурсоснабжающей организацией. Все заявившиеся участники проявили себя как ответственные исполнители коммунальных услуг и набрали одинаковое количество баллов. Особо была отмечена управляющая компания «Аквамарин» – единственная управляющая компания, попавшая в число претендентов на победу. Управляющая компания «Аквамарин» – молодая компания. Нам всего год в этом году было. И мы первый раз принимаем участие в данной акции. Очень рады тому, что мы стали участниками. В приятной и дружной обстановке директор филиала и все конкурсанты, помимо подведения итогов конкурса, обсудили ряд актуальных вопросов. Среди тем – прохождение осенне-зимнего периода, незаконное присоединение лоджием на квартирных домах и дебиторская задолженность юридических лиц. Ульяновский филиал «Энергосбыт Плюс» планирует и дальше поощрять добросовестных партнеров, призывая участвовать в розыгрышах. Ведь такая работа в целях поддержки и благодарности за сотрудничество – главный принцип доверительных отношений. Новости Улл Правда ТВ. Уборка снега в Ленинском районе будет проходить в режиме онлайн. Пилотный проект по внедрению новой системы контроля и управления снегоуборочным транспортом через видеосвязь начнет работу в муниципальном образовании уже в декабре. Предполагается, что программный комплекс соединит контроль GPS-трекеров с системами «Безопасный город» и «Глонасс». Кроме того, планируется синхронизировать деятельность управляющих компаний с дворниками. Уборка снега на всех придомовых территориях и тротуарах вдоль центральных улиц Ленинского района будет завершаться до пяти утра, после чего Даримстрой сможет приступить к очистке магистралей. Мыши, мокрицы, обвалившийся потолок – это не перечисление атрибута фото-зоны для предстоящего Хэллоуина о будни жителей дома номер 2 по улице Бурцево в Димитровграде. Социальные сети города-атомщиков буквально взорвал пост о том, что жители аварийных домов не просто живут в ужасающих условиях, но при этом еще и оплачивают строку капитальный ремонт. Как такое может быть, разбирались наши коллеги из Димитровграда. Плесень, растущие грибы и подтеки – это потолок не в заброшенном здании, а вполне в себе жилой квартире номер 1 по улице Бурцево 2. Хозяин этой квартиры говорит, что боится включать свет. Потолок в помещении того и глядя обвалится, электропроводку замкнет. Так здесь везде. В коридорах, туалетах, спальнях – у всех. Клара Ивановна живет на Бурцево 2 более 40 лет, женщине – 86. Она не привыкла жаловаться на жизнь, но доставая платежки за ЖКУ, в которых сумма с учетом отопления переваливает за 5 тысяч, искренне не понимает, за что. Когда в туалете прорвало трубу, с помощью подручных средств ее починил сын. Когда образовалась сквозная дыра в квартиру из подъезда, ее закрыл пеной внук. Сама Клара Ивановна то и дело подклеивает скотчем расходящиеся полы и батареи. Уставшие от жуткой реальности жильцы не один раз пытались добиться решения проблемы от местных чиновников. Власть меняется, а проблема остается. Дом действительно признан аварийным. Кстати, первоначальная информация о том, что жители берут деньги за капитальный ремонт, в ходе съемок не подтвердилась. В платежках, которые нам предоставили жители нескольких домов по улице Бурцево, такой строки нет. Но содержание и ремонт жилья-то есть. Что здесь содержится и ремонтируется, мы, если честно, не понимаем. Это комната моей дочери родной. Бабушке я оставила на следствии. И вот как дерево упало на крышу. Дырка, вот дожди, дожди, все сюда, сюда, сюда. Куда они обращались, посмотрят. Ну, делайте, говорит, сами. А как тут, там надо крышу, во-первых, сделать, там не залейшить. Что, вот, как. Дочь Геннадий забрал к себе. Жить в таких условиях с маленьким ребенком невозможно. Уходят жильцы и из других домов по улице Бурцево. Люди опасаются за свою жизнь. Дома, того и гляди, рухнут, как карточный домик. А расселять их никто не торопится. Это домом назвать нельзя вообще никак. Вот, мы съехали на съемную квартиру, потому что у нас неоднократно обвалялся потолок. Вот, ну, ремонт делаем, а бесполезно. Независимую экспертизу делали. Вот, и каждый год обещают. И двигают, двигают. Сейчас вот на 23-й год перенесли. Куда и кого перенесли, мы попытались выяснить в Комитете по управлению имуществом города. Вот, что нам пояснил в телефонном разговоре исполняющий обязанности председателя КУИК Валентин Рябченко. Встретиться с нами под камеру чиновник отказался из-за нехватки времени. Бурцево-2 признан аварийным 29 июня 2018 года. Включен в областную программу переселения по сроку переселения в 2025 году. Соответственно, муниципальный программ переселения будет включен на аналогичные даты. Бурцево-6 признан аварийным 21 ноября 2012 года. Включен в программу переселения на 4 квартал 2022 года. Программа программы, но как жить в таких жутких условиях людям еще несколько лет? Впрочем, заверил нас чиновник, выход все же есть. Жители могут обратиться к главе города. Если комиссионно будет подтверждено то, что в квартире действительно невозможно проживать, то людям должны предоставить временное жилье. Хотя, впрочем, что уж тут подтверждать, все и так видно. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для улправды.ру из Димитровграда. В Димитровграде стартовали тренировочные сборы команды ПФО по боксу. Во второй по величине город Ульяновской области приехали 60 спортсменов разных весовых категорий из разных городов и областей. Наш регион представляет 6 боксеров. Сборная готовится к предстоящему чемпионату России, который пройдет в начале ноября в Самаре. Тренировочные сборы проходят сразу на нескольких площадках Димитровграда. Одна из основных – дворец спорта «Дельфин». В состав сборной команды ПФО вошло 60 спортсменов разных весовых категорий. Мы готовимся, мы подводим ребят к соревнованиям чемпионата страны, чтобы они достойно и хорошо выступили на главных соревнованиях года. И у нас задача, цель – это конечный результат. В рамках тренировочных сборов спортсмены проходят как общую физическую подготовку, так и устраивают спарринги. Одним из тех, кто внимательно следит за тренировками, является легендарный тренер по боксу СССР Альфред Гришин. Кстати, у него уже есть свои прогнозы на предстоящие соревнования. Ульяновская область – это наши Димитровградские семь человек-боксеров. Мы, конечно, хотим выполнить международника 16-го, 17-го. У нас для этого есть наши лидеры – Потемкин, Москвин, Хатинов, Куприянов, Федюрин. Это такие мастера хорошие. Так что надеемся на медали. Возглавляет сборную команду по ФОО Димитровградский боксер Альберт Коребян. У нас вот приехали наши все друзья с Кривовского Северального округа. Мы уже на протяжении 10 лет все вместе боксируем в ринге. За рингом мы друзья. Коллектив у нас хороший, боевой, такой дух командный есть. Надеемся, что на России покажем хороший результат вместе. Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет сборная команда по ФОО всегда занимает призовые места в чемпионате России. И большой вклад в данный результат вносят именно димитровградские боксеры. Старт соревнованием будет дан с 8 по 17 ноября в Самаре. Наталья Абанина, Виталий Мемов, специально для управды.ру из Димитровграда. Накануне в Ленинском мемориале состоялось открытие нового концертного сезона джазовой музыки. На сцене Большого зала в едином творческом порыве выступил и певица из США Шанна Уотерстоун и один из самых ярких и интересных российских ансамблей под руководством Вадима Ивашенко. Программа первого джазового концерта нового сезона была посвящена неподражаемой Билли Холидей. Гости вечера услышали мировые хиты из репертуара легендарной певицы в исполнении Шанны Уотерстоун и коллектива, который возглавляет Вадим Ивашенко. Первым на сцену вышел ансамбль во главе с Вадимом Ивашенко, который по праву считается одним из выдающихся гитаристов-виртуозов нашей страны. За его плечами игра со звездами мирового уровня и выступления на лучших концертных площадках. Коллектив исполняет джазовые и блюзовые композиции, нередко экспериментируя, прибегая к импровизации. Мы были у вас в городе замечательной блюзовой певицей Дейтрей Фар, уже в районе 5-6 лет назад, по-моему. А с Шанной мы уже не первый раз гастролируем, она приезжала года три назад с блюзовой программой, поэтому мы знакомы, друг друга знаем, все музыканты. А на этот раз программа немножко другая, здесь джазовые стандарты, которые были в репертуаре у легендарной джазовой певицы Билли Холидей. Шанна Уотерстон обладает бархатным голосом, невероятной самоотдачей на сцене, природным шармом и обаянием. Певица росла на юге Америки, исполняя сначала госпол в баптистской церкви. Уже в 11 лет Шанна собрала свою первую группу из соседских ребят и записывала песни на магнитофон у себя дома. Неудивительно, что будущее джазовое дело стало столь популярной, объехало с гастролями весь мир и открывало концерты многих легендарных музыкантов. Да, этот концерт посвящен Билли Холидей. На протяжении многих лет она вдохновляла меня и до сих пор вдохновляет. Я считаю, что она одна из тех, у кого я многому научилась и продолжаю учиться до сих пор, как профессиональный певец. И она также была одной из первых певиц, кого я начала слушать, когда стала увлекаться джазом, когда еще была маленькой девочкой. И меня очень вдохновляет то, что, возможно, когда-нибудь я смогу стать такой же великой, как и Билли Холидей. Потрясающие импровизации и виртуозная манера исполнения украсили осенний вечер и подарили всем слушателям незабываемые эмоции. По прогнозу синоптиков, ночью и утром 31 октября ожидается сильный снег, а на дорогах образование гололедицы. Днем местами метель. Температура воздуха составит 1 градус тепла, ветер северо-западный 10-14 метров в секунду. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров, представленные в открытом доступе на сайте проекта «Театральное Приволжье. РФ». С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Уллправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok